Два случая кори выявлены в Молдове с начала года. Так, в Аргеевском районе заболел 8-летний ребенок. По данным врачей, заболевание протекает в легкой форме, без осложнений. Все, кто контактировал с ребенком, находятся под наблюдением семейного врача. Ранее корь диагностировали у трехлетнего ребенка из Фалежского района. Известно, что он прошел вакцинацию еще в Германии, откуда вернулся год назад. Состояние малыша также удовлетворительное. Первый прием и осмотр у семейного врача был 9 января, а 16 января было назначено лечение. При первом осмотре были обнаружены высыпания на теле температурой кашель. Было назначено лечение, но без эффекта. Ребенок вакцинирован одной дозой вакцины КПК в мае прошлого года. Эта доза до 12 месяцев, следующая в 6-7 лет и третья доза полная схема в 14-15 лет. Врачи Центра общественного здоровья Фалежти говорят, что вместе с семейным врачом будут следить за здоровьем сотрудников учреждения дошкольного образования, а также детей, которые его посещают. Корь очень заразные заболевания. Риск очень высокий, особенно среди непривитых маленьких детей. Меры, которые мы предпримем после посещения дошкольного учреждения, будут следующими. Проверим условия занятий детей в детском саду, посмотрим, какое у них состояние здоровья и проанализируем состояние здоровья вместе с участковым врачом. Будем наблюдать за детьми в течение инкубационного периода, который длится до 21 дня. После подтверждения заболевания трехлетний ребенок был госпитализирован в Бельскую клиническую больницу. На данный момент его здоровье стабильное. По мнению медиков, непривитые дети подвержены риску развития осложнений, среди которых наиболее распространенными являются ларингит, пневмония и менингит. Трехлетний ребенок из Фалежского района был доставлен в больницу с подозрением на корь. Таким образом, результаты лабораторных анализов подтвердили положительный результат. Пациент госпитализирован и проходит лечение. Состояние ребенка стабильное. Местные жители говорят, что они обеспокоены, поскольку корь – заразная и опасная болезнь. В 2020 году в городе родилось 17 детей. Двое из них непривит от кори. Есть страх, но надо быть осторожными и внимательными. Если сегодня дети болеют, значит их нужно беречь. Больше ходить по врачам, ну а медики должны давать больше рекомендаций и советов. Конечно, нежелательно болеть. Есть опасения, но что мы можем поделать? Мы должны беречь себя, не ходить в места, где есть дети или люди, которые болеют. Это в том случае, если мы знаем об этом. А если не знаем, то как мы можем это предотвратить? Корь считается заразной инфекцией, которая передается воздушно-капельным путем от больного человека. Заболевание вызывает в такие клинические признаки, как общую слабость и ломоту в теле, насморк с обильными выделениями, высокая температура, сильная головная боль, мучительный сухой кашель, воспаление слизистой оболочки глаз, а также боль в горле или при глотании. На третий-четвертый день болезни появляются красные пятна на коже, которые появляются вначале в области лица и шеи, а затем распространяются по всему телу. Продолжение следует...